Здравствуйте дорогие друзья, с Вами снова компания Кровмонтаж и я Мороз Алексей. Представляю Вашему вниманию наш новый объект, где компания Кровмонтаж выступает в качестве технадзора. Вот я забрался на Кровлю. Что такое сложная комбинированная Кровля? Много здесь коньков, яндовых, переломов, разноуровневых скатов и помимо того полукруглые эркера, в Кобедино и Кровле сочетаются два и более кровельных материала. Четыре полукруглых эркера с разных сторон входят в крышу. Клиент хочет основным кровельным металлом видеть металлочерепицу, но металлочерепица на полукруглые элементы не кроется. Фальцевый способ позволяет обойти полукруглые элементы. И вот и исполнили яндовую. Металлочерепица будет приходить на этот эркер. Неудачно сейчас ведем съемку, припорошило снегом. Вы можете видеть как металлочерепица приходит на фальцевый эркер. Вот что такое сложная комбинированная Кровля. Профессия Кровищика одна из самых опасных. Работа на Кровле требует определенных навыков и обязательно опыта. Некоторые в ваших комментариях писали, опять без страховки лазите по обрешетке. В принципе обрешетка для Кровищика это та же лестница, он здесь как рыба в воде. Обычные страховочные ремни они не спасут, они вас передавят при падении. А специальные, как я вам сейчас продемонстрирую, вас удержат и вы можете висеть до того момента пока вас снимут. Вот так выглядит страховочный альпинистский минимум, который должен быть у Кровищика. Страховочный пояс подхватывает и ноги и поясницу. В случае срыва нагрузка перейдет на центр тяжести тела равномерно. Эффекта сдавливания не будет. Помимо этого надо смотреть внимательно куда вы ставите ногу. Переставляя ногу вы должны уже держаться рукой естественно за обрешетку. Работать на опасных участках Кровли нужно только так. Мы полностью разбирали обрешетку, меняли гидроизоляцию. Выгребали старый утеплитель, естественно мягкая плитка. На выброс идет она одноразовая. И уже клиент решил сделать металлочерепицы. Куплен дом был, который постоял лет 8 и уже мягкая плитка была в печальном состоянии. В грибке, в каком-то мхе. Стропила были абсолютно неровные. Коньковые балки кривые. Здесь работают ребята со сторонней организации. Меня попросил заказчик, чтобы я занимался контролем. В принципе с основными видами работ мы нашли с ребятами понимание. В принципе все делают согласно технологии. Но они фальцевую Кровлю ни разу не делали. Поэтому я взял на эти сложные участки своих людей. Мы сделаем 4 эркера и обойдем 3 дымохода. Самые важные участки на Кровле. Именно сделаем фальцевым способом. Потому что 2 дымохода там прям на яндовых стоят. И сегодня я тоже здесь. Я проведу технический надзор. Надо посмотреть качество утепления на мансарде. Я их попросил еще не делать пароизоляцию. Чтобы я смог все проверить. Тебе сюда надо? Нет, вот здесь. Понимаешь? Ты через час там начнешь что-нибудь лепить? И тебе надо сюда, Юр. За уплотнителем. Туда вода, но не зайдет. Чу-чун-дэ и мы. Да. Обо всем нужно думать заранее, чтобы облегчить свой труд. Пленкой я специально попросил укрыть об решетку. Ремонт Кровли производится зимой. Ребятам будет удобно. Они пленку это снимут перед монтажом металлочерепицы. Им не надо вычищать вот отсюда снег. Как вот уже мы вскрыли, делали эркер. Уже нападал сюда снег за полдня. Это все надо вычищать. А где накрыта пленкой, там снега нет. И удобно. Доски не замерзли, не во льде. Пленку снял и можно уже крыть. Металлочерепицу мы здесь используем. Матовый Пурал Монтерей. Гарантия 25 лет. В принципе, металлочерепица очень достойная. Вот, друзья, яндовая. Посмотрите, как монтируется на клеймера. Никаких саморезов в яндовой. Еще делается отбортовка подстраховочная. Чтобы, допустим, с этого ската вода удалялась в эту сторону. И с этого и уходила вниз. Здесь еще будут уплотнители поролоновые, самоклеящиеся. И металлочерепица зайдет до центра. И будет еще декоративная планка яндовой. Будут обшиваться три дымохода под нашим контролем. Этот дымоход будет обшиваться сверху, заходить под конек. Он удачно расположен прямо возле конька. Этот широкий тоже удачно расположен в районе конька. Вот тот дымоход уже потяжелее. Находится практически на яндовой. Его лучше направлять, связывать его фартук с яндовой. Постараемся показать в следующих видео. Еще один эркер мы сделали фальцевым способом с обкладкой металлочерепицы. С улицы смотрится очень неплохо. И осталось нам исполнить один эркер. Основание полукруглое. Должно быть обязательно из фанеры, из влагостойкой. Демонтируя старую кровлю, под мягкой плиткой была обычная ФК фанера, которая от влаги расслаивается. На кровле нужно использовать только влагостойкую фанеру. Она называется ФСВ или УСБ. Приступаем к укладке последнего эркера. Но перед этим обязательно надо почистить снег. С погодой не везет, конечно. Русская зима, ребята, это вам не шутка. Валер, как орешки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Внутри стропильную часть мы усиливали в определенных местах, где нагрузка на коньках, на яндовых. Весь пиломатериал пропитан антисептиком. Утепляло здесь изнутри. Плиты утепления поддерживаются специальным шпагатом. Утеплитель мы используем Роквелл Лайбатс. Я специально на мансарде выключаю свет, чтобы проверить нет ли просветов нигде, не просвечивается утеплитель. В маурлатной зоне надо обязательно все пропенивать, но потом еще пройдет у нас пароизоляция, которая будет прикрывать и маурлат и клеится в районе армопояса. Проклеиваться примыкание будет специальной битульной лентой. В мансардном помещении расположены по проекту пять мансардных окон. Одно уже смонтировано. Окно, смонтированное с гарантией кров-монтаж, никогда не потечет. Проем этого окна мы используем как выход на крышу. Это окно будет установлено в самую последнюю очередь. Вот здесь располагаются мои ребята, здесь они заготавливают материал. Да, кстати, подшивать карнизы мы будем металлическим софитом. Вот таким софитом мы и будем подшивать свесы кровли. Старая водосточка, она вся на выброс. И хочу показать, смотрите, карнизные крюки, как резали болгаркой, для того, чтобы крепить на торце. Видите, как держались водостоки, это вообще нонсенс. Обычно она в ужасном состоянии была, водосточка. Вообще длинный крюк надо загибать и загонять под кровлю. А это вот, смотрите, все крюки. Это вот так делали крышу. На этих двух саморезах держалась водосточка на карнизе. Так делать категорически нельзя. Это ненадежные водостоки, их обязательно вырвет. На этом все. С вами была компания Круфмонтаж. И я Мороз Алексей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok